С давних пор ученые и общество пытаются разгадать загадку, что же такое время и как его приручить. Согласно теории относительности, каждый объект воспринимает время по-своему. Оно течет для всех по-разному. Однако объяснить, почему так происходит, никто не может. Еще одним важным вопросом стало то, что мы до сих пор не встретили путешественников во времени. Ведь если машину времени смогли изобрести в будущем, то мы обязательно бы встретили временных туристов. Даже если бы им запретили вступить в контакт с нами, рано или поздно они бы допустили ошибку и раскрыли себя. Однако этого не происходит. Секрет в том, что никакого времени не существует в том понимании, которое мы себе представляем. Время – это всего лишь движение атомов. Они движутся, все вокруг меняется. Если взять все атомы и остановить, то время остановится. Если же взять и выстроить все атомы во Вселенной в то положение, в котором они были вчера, то мы попадаем во вчерашний день. Однако выстроить все атомы Вселенной в определенном порядке невозможно, а значит изобрести машину времени тоже нельзя. Нет никаких четвертых измерений и кротовых нор. Есть только атомы наших тел и других объектов во Вселенной, которые находятся в постоянном движении. На данный момент нет никаких свидетельств, ну я исключаю научно-фантастические романы и так далее, фильмы, никаких свидетельств, которые говорили бы о нарушении хронологии. Поэтому почему это невозможно? Ну, потому что природа пока вот устроена так, что она запрещает такие путешествия. Возможно, на каких-то масштабах, допустим, микроскопических масштабах, временные петли и возможны. Но для этого нужны новые исследования. Альберт Эйнштейн первым описал время как четвертое измерение. Он считал, что оно движется только вперед, но при этом относительно, то есть может течь с разной скоростью в разных условиях. Если вы будете двигаться со скоростью света, то для вас оно замедлится в сравнении с тем, кто стоит на месте. Но согласно расчетам физика, ваша масса при этом должна быть бесконечной, а длина нулевой. Чего добиться нереально. Главный принцип это наличие петель во времени. То есть движение по времени должно замыкаться в какой-то момент для того, чтобы мы могли, двигаясь во времени как бы вперед, возвращаться в начальную точку. Теоретически такие результаты, такие возможности есть теоретически, но при этом есть и другие законы, которые запрещают существование петель времени. Поэтому тут вопрос сложный. И на самом деле в теоретической физике исследования продолжаются, но в исследовании упираются в наличие важных законов, точнее говоря, гипотез, которые запрещают существование петель времени. Машина времени — это устройство, с помощью которого в теории можно было путешествовать во времени. Однако ученые понимают под ней не физическую машину или механизм, как в кино, а искривленное пространство в время. Внутри нее можно перемещаться из одной точки пространства времени в другую за счет сфокусированных гравитационных полей. Но такие поля должны быть супермощными, а управлять ими нужно с максимальной точностью. Подобная технология описывается учеными как невозможное и вернуться назад во времени человек не сможет. Скорее всего, никогда.